76, 77, 78, 79, and a beautiful Swan Lake 18. In the last two, three, four, three. Фестиваль балета Мариинский умеет щекотать нервы. Кардиограмма его программы скачущая, взбешенная, нарочито раздражающая. Вы можете себе представить 20-минутную хореографическую миниатюру без музыки на сцене Мариинского театра? 13-й международный фестиваль балета Мариинский и балетная компания Форсайта ответили на этот вопрос утвердительно. Балет 4Н – это разговор четырех артистов на пустой сцене. Рождение танца из прозы репетиционного зала. Непонятно? Хочется спросить, о чем этот разговор, господин Форсайт? Что означают четыре буквы Н? В ответ хореограф загадочно улыбается и интервью не дает. Мы не один год работали над музыкальностью, динамикой движения, так что, возможно, публика просто должна следить за происходящим. Зрители могут не только смотреть, но и вслушиваться. Ведь двигаясь, мы производим много звуков, так что можно сказать, что это видимая партитура. Это своего рода процесс вокруг танца. Тема исследования танца. Рождение движения, взаимоотношения между телами, между частями тела. Между дыханием и движением. И все это соединяется в хореографическом рисунке. Я думаю, что это действительно сложно. Это многогранный объект, который концентрируется в маленьком пространстве, и музыка здесь была бы лишней. Достаточно звуков движения артистов, звуков тела. Критики ставят Форсайта в один ряд с Мариусом Петипа и Джорджем Баланчиным. Его боятся и ему поклоняются. По привычке называют экспериментатором, хотя, если подумать, он давно уже классик. Классик новой формы балетного искусства. Лаконичной, если не сказать аскетичной, но очень логичной. В ней главная артист и сцена. Его балет «Головокружительное упоение точностью» длится всего 660 секунд или 11 минут. Но заурядный артист никогда не станцует это произведение, которое называют одним из самых технически сложных во всей истории балета. Сложность была в том, главное, что просил хореограф оставаться академическим танцовщиком. Классическим в первую очередь. Чтобы была чистота рисунка танца. А потом уже современный танец. Когда приехал в Голливуд, он сказал такие слова, что «Покажи мне свою идею». «Покажи мне…» Я знаю все движения, я знаю эту хореографию. «Покажи мне идею, какую идею ты несешь в этих движениях». Танцоры неудобных балетов Уильяма Форсайта – это уже не танцоры, это акробаты, работающие на плоской поверхности сцены. Да и сами балеты этого американца – не просто хореографическая композиция, а ожившая архитектура. Он сам – проектировщик движений человеческого тела. Его танец рождается от звуков движения. Стиль Форсайта очень сложный, чтобы точно определить, потому что это не просто один простой момент, простая особенность. Это не одна разновидность движения, это не один подход к движению. Он постоянно изобретает, он постоянно думает о танце. И, конечно, классический балет – это великолепное начало, потому что каждый знает позиции, эту и эту. Но как с этим работать? Он извлекает максимум из каждого движения. Очень важно понять, что это не одна простая вещь, чтобы сказать «Форсайт» – это… Это не про Форсайта, это путь мышления. Он не перестает повторять там, чтобы вы не были модерновой компанией. Надо гордиться тем, что вы классические. И эти все классические формы танца, они здесь гиперболизированы. Головокружительное упоение точностью – там, где висят золотые вишни и 4 Н. Н – неизвестность, возведенная в четвертую степень. В этом весь Форсайт. Он задает зрителю задачки, решить которые сможет только тот, у кого, как у фотона, нет массы покоя. Ах,� ha, хоккурома Ахахахаа. Ух, сме, маска. Ахахахаха.